Грузоперевозки между Россией и Польшей фактически остановлены. Все из-за того, что несмотря на все усилия, так и не удалось договориться, сколько разрешения на проезд фур выдать на этот год. Действие предыдущих документов закончилось накануне. Москва ужесточила контроль за перевозчиками, чтобы пресечь серые схемы доставки грузов из Европы в нашу страну. Также были увеличены штрафы. Варшаву новые правила не устраивают. Минтранс направил польским властям несколько предложений, но все они были отвергнуты. Подробности у Алексея Кручинина. Грузовикам тут не место. Международное разрешение, по которым российские дальнобойщики въезжали в Польшу, а польские в нашу страну, сегодня закончились. О том, сколько выдавать новых, Россия и Польша пока не договорились. Абатировали переговоры поляки. Польская сторона отказывается давать конкретные предложения в части обмена разрешениями на текущий год в ответ на российские предложения, требуя в ультимативном порядке изменения по отношению к польским перевозчикам федерального закона номер 362 и нормативных актов, принятых Министерством транспорта России для его реализации. Что же так не устраивает польских чиновников в российском законе? Новая жесткая система контроля и штрафов. Количество разрешений, а значит иностранных перевозчиков, которые могут доставлять груз в Россию, всегда было лимитировано. Но раньше польские дальнобойщики, приезжая к нам, по сути, игнорировали эту квоту. Штрафы за езду без разрешений были копеечными. Заплатил полторы тысячи рублей и едешь с грузом дальше. В то время как российским водителям поблажек в Евросоюзе никто не делал. Только видят российские номера транспортники, сразу иди сюда и давай за все подряд. Найдут, короче, за что? Штрафы большие? Ну, разные. От 100 евро до 1000 евро. Теперь в России для иностранных перевозчиков штрафы за нарушения тоже станут ощутимыми. До 400 тысяч рублей. Еще один удар закон наносит по серым схемам импорта. Пользуясь льготным двусторонним режимом грузоперевозок между двумя странами, поляки ввозили в Россию товары из Евросоюза, выдавая их за свои. Естественно, при такой нечестной игре российские фирмы-перевозчики проигрывали в борьбе за европейский товар. Несправедливо. Они хотят забрать у России грузы. Сами хотят возить. Куда не кинься везде поляки. На таможню приедешь в Россию, и то больше сейчас поляков, чем российских машин стоит. Теперь поляки требуют специально для них уменьшить штрафы и увеличить квоты на разрешение. По некоторым данным, до 100 тысяч в год. А нашу долю при этом снизить до 20 тысяч. То есть, по сути, отменить те нормы российского законодательства, которые защищают интересы отечественных перевозчиков. Польская сторона, используя свое географическое преимущество, используя свой транзитный потенциал, поскольку маршрут через Польшу является самым прямым, самым удобным и дешевым, ведет себя таким образом, что шантажирует Российскую Федерацию, не выдавая соответствующий объем разрешений. Еще Польша предлагает считать все грузы одинаковыми. Грузами Единой Европы. Не обращая внимания, что они из третьих стран. Граница Польши и Белоруссии. Эта трасса, по сути, самая короткая дорога между Варшавой и Москвой. Большая часть грузового транзита из России в Евросоюз и обратно проходит именно через пункт пропуска Козловича. Но сегодня какого-то коллапса, ажиотажа здесь, серьезного изменения в работе пограничных и таможенных органов мы не наблюдаем. Нет даже больших очередей с той или другой стороны. Российские дальнобойщики, пока не решен вопрос с квотами, ищут новые маршруты для экспорта в Европу. Например, через Литву или паромами по Балтике. Но, говорят, налаженные бизнес-схемы все равно пострадают. А вы как товары перевозите в Европу? Клиентура, опять же, уйдет, которая была. Заказчики. Теперь возить будет нечего. В перевозках между Польшей и Россией доля поляков превышает 70%. То есть они все же рискуют потерять больше, чем наши компании. Очередной раунд переговоров должен состояться уже сегодня. Алексей Крученин и Сергей Понасюк. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok